Разрешите представить вам материал к массовому открытому курсу по дисциплине «Модификаторы и отходы промышленности в производстве бетонных и керамических материалов» по теме «Способы приготовления и применения эффективных модификаторов. Влияние модификаторов на свойства цементных материалов». Данный МОК разработан на кафедростроительные материалы и технологии на архитектурно-строительном факультете. Автором и лектором является доцент кандидат технических наук Серова Роза Файковна. Во время изучения данной дисциплины по данной теме вы можете ознакомиться со следующими подразделами. В данной теме были выделены три подраздела. Это «Способы приготовления эффективных модификаторов». Второй «Применение эффективных модификаторов» и «Влияние модификаторов на свойства цементных материалов». Целью данной темы является ознакомление студентов со способами приготовления и применения эффективных модификаторов, изучение влияния модификаторов на свойства цементных материалов. При изучении данной темы вы можете ознакомиться со способами приготовления эффективных модификаторов. Выпуск эффективных модификаторов для нужд предприятий и строительной индустрии может быть организован на нефтехимических комбинатах или системе строительных организаций, например, на заводах железобитонных изделий в цехах добавок. Способ приготовления и применения модификатора выбирают с учетом его состава, вида получаемого продукта и технических показателей. Эффективные гидрофобизаторы, получаемые на современных нефтехимических комбинатах и нефтеперезабатывающих заводах, как правило, в обычных условиях они водонерастворимы. Для введения гидрофобизаторов в бетонные или растворные смеси их переводят в радиорастворимые продукты путем, которое описано в данном слайде и подробнее вы можете ознакомиться с ним сами. На данном слайде представлены принципиальные схемы устройства гомогенизаторов. На рисунке А мы видим акустический гомогенизатор AD8, а на рисунке Б мы видим ретро-пульсационный аппарат RPA. Подробнее с данными принципиальными схемами вы можете ознакомиться на данном слайде. Также, на данном слайде представлена принципиальная технологическая схема приготовления добавок. При изучении данной темы вы можете ознакомиться с применением эффективных модификаторов. Также вы можете ознакомиться с последовательностью выполнения технологических операций в производстве миллиарантов бетона. Влияние модификаторов на свойства цементных материалов. При изготовлении и применении гидрофибизирующих добавок необходимо знать некоторые специфические их свойства и их влияние на свойства цементных материалов. Следующие примеры вы можете ознакомиться с ними подробнее на данном слайде самостоятельно. Также, к данному разделу были подготовлены вопросы для самостоятельной работы студентов. Влияние химических добавок на свойства бетонной смеси и бетона. Определение процентного содержания добавки в воде или концентрации раствора воды затворения. И влияние химических добавок на свойства бетонной смеси. Также для дополнительных ознакомлений вы можете ознакомиться со списком предложенной литературы на данном слайде.